добрый день уважаемые телезрители мы продолжаем обсуждать ситуацию в казахстане и наш собеседник сегодня бывший аким алматы виктор харпунов виктор вячеславович добрый день добрый день я хотел бы с вами поделиться одной такой вот историей читал интервью с одним из известных довольно в россии экспертов которые рассказывая о том что ну описывая ситуацию которая сложилась на территории ссср упоминает в частности о нескольких failed states то есть не состоявшихся государствах и не то что он там включает в эту украину это пусть как бы это будет на его у него у него что называется на совести а вот он упоминает том числе про многие отмечу многие центрально азиатские государства и затем вдруг неожиданно говорит о том что новый виток кризиса по его мнению всей бивовешской системы а это именно та система которая была создана в девяносто первом году после развала ссср будет связан со смертью одного из немолодых уже лидеров стран этого региона виктор вячеславович если у меня вот такой вот вопрос как вы считаете кого имел ввиду вот человек который отвечал на эти вопросы и в частности почему можно ли действительно государство центральной азии называть failed states алексей спасибо за вопрос но если посмотреть на карту центральной азии средней азии казахстана то мы видим что после развала советского союза здесь образовались современные независимые так называемые государства казахстан узбекистан туркменистан кыргызстан таджикистан которые ведут свою политику ведут свою деятельность и пытаются влиять на те процессы которые сегодня происходят в мировом сообществе поэтому бесспорно казахстан сегодня стоит особняком благодаря своим природным ресурсом и богатством страны которыми располагает это центральное азиатское государство учитывая то что эти богатства сегодня назарбаевым розданы по колониальному типу ведущим государством мира и компаниям благодаря его много векторной политики населению казахстана практически не остается от добычи этих полезных ископаемых кроме налогов и пенсионных отчислений ничего вся прибыль уходит за пределы казахстана поэтому благодаря природным богатствам казахстан стоит здесь несколько особняком если посмотреть на внимательно на карту этих государств которые стали независимы после беловежских соглашений тут приходишь к мнению что да возможно после того что может случиться так сказать физическая утрата того или иного лидера а я понимаю что он имел ввиду лидера республики казахстана султана назарбаева и лидера узбекистан господина каримова который находится довольно таки в солидном возрасте потому что подходит такой период времени когда нужно будет уходить либо с должности либо из жизни бесконечно живущих на земле еще людей нет то видишь что благодаря политике никита сергеевича хрущева вот то что сегодня переживает украина и казахстан как образно выразился сын хрущева что никита сергеевич просто взял и переставил мебель в одной квартире в одном доме взял крым отдал украине казахстанские земли отдал узбекистану там другие земли попали к кыргызстану сегодня узбекской стороны есть претензии к кыргызстану у казахстана есть претензии к узбекской территории у россии на претензии по отношению к тому что на были переданы какие-то территории северные казахстану то есть в самой природе вот того могучего советского союза специально были заложены вот эти моменты которые не позволяли бы этим самостоятельным союзным республикам каким-то образом выйти из состава союза ссср и это была такая уловка которая позволяла руководство советского союза любой момент принять соответствующий мир и хотя было продекларировано что каждая союзная республика может выйти из состава союза ссср поэтому этот политика котором вы говорите наверное он и отметил все эти факторы и плюс преклонный возраст двух руководителей и смена их может конечно вызвать какие-то серьезные трения в отношениях этих государств которые были образованы на постсоветском пространстве после беловеческого соглашения виктор вячеславович вот у меня еще в связи с этим такой вопрос дело в том что запад поддерживал в общем-то януковича как законно избранного президента и впрочем сейчас чрезвычайно быстро отказался от его признание после того как произошли какие-то вот события на улицах столицы украины и города киева как вы считаете вот подобный сценарий подобное развитие сюжета она напугала людей в аккорде или они чувствуют себя достаточно уверенно поскольку ну и не знаю поскольку астана это не киев алексей я думаю что то что произошло сегодня на украине это на реальность объективная реальность народ уже не мог терпеть дальше те процессы которые происходили в руководстве украины и господин янукович принципе будучи президентом мог бы за тот срок когда он исполнял обязанности главы государства мог бы принять соответствующие меры и изменить дальнейший ход событий и наметь совершенно другой путь развития украины в этом современном мире но он этого не сделал а народ уже дальше не мог терпеть тех коррупционных процессов которые происходили в экономике украины сменилась власть сменились личности и начался передел собственности в число лидеров выходили другие олигархи которые прибирали к рукам все что принадлежало бывшим руководителям украины народ не получая ничего от этих процессов конечно возмутился и я хочу отметить что вот это продолжительная деятельность несменяемость этих режимов конечно же события на украине они прозвучали для них как объективная реальность как объективная закономерность исход будет точно такой же не дай бог конечно кровопролитие и в казахстане и в других странах которые до сегодняшнего дня культивируют силу божество лидеров и когда народ введен в раболепское состояние когда уже население довольного государственного состояния что-либо сказать против одному единственному человеку который обожествлен и созданы такие условия что он не подконтролен не подсудим и делать все что захочет и объективно конечно с учетом тех возрастных факторов и тех изменений которые происходят у человека в процессе старения назарбаев уже не в состоянии отвечать тем требованиям мирового сообщества и развития мирового мировой общественности и делать адекватные ходы по части обеспечения стабильности безопасности в казахстане особенно господин назарбаев сегодня я думаю пострадал алексей в каком плане его много векторная политика понятно внутренняя политика им практически завалено проиграна институтов социальной защиты населения в казахстане практически нет не созданы социальная защита в том плане как это предусматривается на западе в казахстане ее не существует и думаю что дальнейшее правление на султана назарбаева вот таким методом в ручном управлении руководить экономикой государства она как объективная реальность необходимость все равно достигнет на султана назарбаева вектор вячеславыч вот считается во всяком случае считалось традиционно что кремль трагит полностью целиком и полностью как раньше говорили разделяет позиция корды и поддерживает нурсултана назарбаева но вот за последнее время я столкнулся с разной информацией из разных скажем источников и что-то мне говорит что это не так вот как вы считаете алексей данной ситуации когда только стали независимыми наше государство российской федерации казахстан конечно же политика которую проводил на султан назарбаев и договора вечной дружбе который был заключен с борисом ельциным человеком широкой души и простой русской натуры который за чистую монету принимал все что делал на султан назарбаев и даже если вы помните господин ельцин подписал на султану назарбаеву месторождение в каспийское море которое находится на территории российской федерации он подписал на передачу месторождение мангельды одно из крупнейших месторождений и на султан назарбаев приехал с этой встречи после раздела наш каспийского моря по дну каспийского моря сказал что вот широкий человек назарбаев ельцин вот таким образом поступил сказал россия не беднеет но султан вот тебе подарок то есть в этой ситуации хитрый лист назарбаев ввел свою политику и принципе его действия показывали что он лояльно относится к российской федерации прекрасно понимая что более 7000 километров границы между казахстаном и россией по суше это тоже есть реальность от этого не уйти и он понимал что необходимо ему вести свою политику с российской федерации но когда в нефтегазовом секторе начали появляться все больше и больше иностранные компании в первом момент времени вы помните это были американские компании затем british petrol затем exxon mobil chevron которые начали завоевывать свои позиции а затем появились китайские компании то здесь уже глаза у руководства российской федерации несколько приоткрылись и вы помните встречу когда они подписывали вновь с путиным договор о вечной дружбе дублировали подписанный договор между назарбаев и ельциным назарбаев высказал что мы не имеем никаких вопросов и товарооборот нас растет а господин путин сказал да я констатирую тот факт что товарооборот действительно растет но не в нефтегазовом секторе нефтегазовом секторе мы далеко не являемся в числе передовых казахстана то есть в этой ситуации пришло какое-то прозрение понимание что вот та многовекторность политики назарбаева она в конечном итоге с точки зрения добычи переработки и транспортировки углеводородов сложилась ли в пользу российской федерации и вот готовившись к следующему моему с вами так сказать интервью я коротко посмотрел что более 35 почти до 40 процентов в нефтегазовом секторе сегодня имеет китайские компании затем более 30 процентов имеют американские компании российской федерации отводится всего-навсего там около 9 процентов в общем объеме и казахстанским компаниям отводится тоже около 9 процентов если смотреть с точки зрения казахстанских компаний российских компаний то здесь назарбаев свою политику многовекторный выдерживает политик соблюдается нулевинная доля всех этих углеводородов ушла за пределы казахстана и за пределы российской федерации поэтому наверное все больше и чаще раздаются такие вопросы а действительно ли мы являемся вот такими партнерами которые готовы сегодня поддержать своего ближайшего партнера в любую минуту будь то радостные события или печальные события и даже события на украине показали очень долго на султан назарбаев колебался не высказывал свое мнение почему потому что он боялся первое того если он поддержит российскую федерацию то его недвижимость за рубежом и те счета которые сегодня находятся в европе в сингапуре и в соединенных штатах америки они будут просто заблокированы это катастрофа для султана назарбаева если он поддержит европу то российская федерация прекрасно понимая о том что назарбаев уходит в ту сторону в данной ситуации не поддерживает своего партнера в лице россии и путина применять свои санкции которые тоже будут очень серьезно иметь серьезные последствия по отношению к назарбаеву по отношению казахстану но и здесь вольно-невольно задумываешься что же делать султан назарбаев в этой ситуации и когда последние его слова были сказаны что да мы поддержим российскую федерацию будем идти вместе с россией и глядя в зал той публики где он озвучил эти свои высказывания и свою политическая кредо так сказать было не очень много довольных людей по отношению к тому что говорил султан назарбаев то есть у султана назарбаева возникли очень серьезные сегодня проблемы которые заставляют его лихорадочно искать пути выхода из создавшей ситуации прекрасно понимая что дальше вот так балансировать среди сильных мира всего наверное ему уже не удастся нужно прибиваться какому-то берегу и выражать свою политическую волю и говорить что будет дальше развитие республики казахстан и народа республики казахстан я так понимаю алексей но как вы считаете виктор вячеслав что в данной ситуации рациональной стратегии со стороны россии было бы у нас остана россии я думаю алексей владимир путин сказал на пресс-конференции довольно таки емко что мы никогда не будем воевать с украинским народом в то же время не позволим проводить какую-то экспансию по отношению к русским людям живущим на украине и людям говорящим на русском языке по отношению к русскому языку мы никогда не будем впереди будем находиться так сказать сзади для того чтобы можно было создавать условия какой-то защищенности я почему-то сразу вспомнил такое понятие как патернализм помните когда кто-то патронирует папа патронирует кого-то и вот глядя на события на украине я прекрасно понимаю что западные регионы украины которые не были подвержены вот эту патернализму они более раскрепощенные не высказывает буквально все что хотят и говорят все что думают а вот восточные регионы украины без какой-либо поддержки не очень активно участвует в этих процессах видите какая ситуация сложилась сегодня на украине почему руководство украины не так просто лавировать между трех огней то же самое видите западная украина одно восточная украина другое крым это третья такая же тройственная позиция получилась поэтому российская федерация данной ситуации высказала свое отношение я надеюсь что между этими государства не будет каких-то военных действий и в то же время хотелось бы сказать о том что те лица которые затевали вот эти все процессы на украине прекрасно понимали что россиян и крым то неохотно будет отдавать кому бы то ни было и наверное уже проиграли этот вариант что пусть даже крым отойдет в какой-то степени в какой-то мере к российской федерации вся остальная украина останется в наших руках и мы будем действовать так как мы захотим здесь и в то же время показывая всему мировому сообществу агрессивную политику российской федерации по отношению к крым но самое главное не скатиться на уровень вооруженных конфликтов чтобы появились какие-то не совсем адекватные полковники генералы которые могут изменить положение дел в одночасье история много знает таких моментов когда выстрел одного человека приводил к возникновению мировой войны вот этого не допустить это должен быть бдительность должна быть соответствующей со стороны всех участвующих в этом конфликте Виктор Вячеславович вы упомянули такую вещь как вот это вот многовекторность которая в данном случае проявляется в том что Нурсултан Назарбаев может выглядеть не своим среди чужих и чужим среди своих и в этой связи не возникнет ли у кремля не может ли возникнуть к кремля такой соблазн что необходимо все-таки как-то определиться потому что ну невозможно решать какие-то долгосрочные стратегические задачи если ты не то чтобы не контролируешь но не можешь как бы положиться на человека который не может реально несмотря на все слова ну гарантировать тебе так скажем взятые на себя обязательства Алексей вашу тревогу я разделяю в этом плане в каком смысле вы помните выступление руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе господина Жириновского который сказал что вот помимо Крыма на Украине и ряд северных областей Казахстана необходимо разобраться с Украиной затем и северных областями Казахстана господин Жириновский просто так не выступает практика показывает что он всегда там где горячие моменты и всегда говорит о том что может возникнуть в этой связи поэтому тут я бы высказал свое мнение самое главное удержаться от желания пересмотреть границы нарушить территориальную целостность которая каким-то образом пусть может быть не совсем легитимна когда три руководителя союзных республик подписали Беловежское соглашение но вместе с тем демилитаризация границ проведена документы подписаны каждая сторона согласилась с доводами другой стороны и нашли компромиссное решение чтобы не скатились к тому чтобы пересматривать границы и нарушать целостность территории государства это самое главное поскольку вот это может вызвать непредсказуемые результаты и естественно каждый будет бороться за пять той земли которая сегодня они считают что по праву принадлежит тому или иному государству Виктор Вячеславович я прошу прощения вот вы знаете в связи с этим я вспомнил что вот на этими днями должна была открыться конференция по евразийству и соответственно знаковая такая конференция главным событием этой конференции должно было быть выступление никого-нибудь Анарсултана Абишевича Назарбаева в честь 20-летия лекции которую он прочел в 94 году в стенах МГУ и соответственно конференция по евразийству должна была пройти тоже в МГУ но вот после выступления Жириновского несмотря на масштабные приготовления вы можете оценить так сказать масштаб мероприятия там двухдневное огромное событие там ученые с разных точек России да и с мира тоже вся эта конференция резко отменяется Назарбаев прилетает с краткосрочным деловым визитом в Москву и тут же убывает как вы считаете может ли это как-то быть связано с тем о том что сейчас происходит не только на Украине но и вообще в отношениях между Россией и Казахстаном Алексей как следствие того что происходит сегодня между Украиной и Казахстаном я хочу отметить что последнее выступление донсултана Назарбаева когда он говорил о том что необходимо создание Евразийского союза это панацея решение всех тех бед которые свалились на голову независимых суверенных государств я думаю что конечно повлияла вот эта ситуация и та подготовка которая шла в конференции и то 20-летие это очень важное событие выступления Назарбаева в НГУ имени Ломоносова она отставляется на более поздний период я понимаю она полностью не отменена а отставляется на более поздний период когда будет были благоприятные так сказать моменты по отношению к почиванию на лаврах и битья в лаврах о том что было сказано 20 лет тому назад хотя если конкретно сказать то в Казахстане за 20 лет так и не было создано той сильной социальной политики в общем сегодня идет просто разграбление негр Казахстана по колониальному принципу даже Китай поступал очень правильно с точки зрения запуска иностранных компаний для проведения разведки добычи полезных ископаемых он подписывал контракты и все финансовые ресурсы полученные от реализации этих проектов шли на реинвестирование экономики Китая а у нас же в Казахстане посмотрите сегодня просто колониальное разграбление ресурсов Казахстана в пользу Мурсултана Назарбаева идет и 16 миллионов народ Казахстана молчит ничего не предпринимает и ничего фактически не имеет от этого разграбления ну что стоило подписать контракт и заставить эти компании всю прибыль направлять на рефинансирование в Казахстане создавать соответствующие альтернативные производства какая бы богатая страна ни была и придет в тот момент когда закончатся эти природные ресурсы чем-то страна должна была жить так вот благодаря этим ресурсам необходимо сегодня создавать платформу плацдарм развития Казахстана а пока идет чисто подчеркну колониальное разграбление ресурсов природных ресурсов Казахстана и это не может не сказаться на отношениях между Российской Федерацией и Казахстаном поскольку доля российских предприятий компаний она незначительна по сравнению с другими компаниями Алексей поэтому вы правильно подчеркиваете что видимо какие-то серьезные разговоры между руководством Казахстана и Российской Федерации прошли еще предстоят видимо моменты которые должны позволить сказать да мы вместе или мы по разной стороны так сказать баррикад я так понимаю Виктор Вячеславович спасибо огромное вам за интересное интервью и я надеюсь что мы будем продолжать с вами обсуждать политическую повестку и тем более такую сложную как отношения России и Казахстана спасибо Алексей спасибо уважаемые телезрители за внимание